Жители микрорайона Пятя встали на защиту своей территории. В 2013 году компания «Траншинстрой» продала земельные участки вместе с домами и людьми. Как такое могло получиться и как регистрационная палата выдала новое право собственности на эту землю, сейчас выясняют правоохранительные органы. Ведется следствие. А пока жители вынуждены отстаивать свой двор. Недовольство жителей вызывает то, что правоохранительные органы очень долго разбираются с этой ситуацией. Мы видим, что глава хочет нам помочь, но глава не представляет правоохранительные органы, которые должны вынести решение по данному делу. Еще год назад жители микрорайона не знали соседей в лицо, но сейчас это одно целое. Все собственники объединились, чтобы бороться за свои права и вернуть придомовую территорию жителям. В администрации прошла встреча главы муниципалитета и силового блока с жителями микрорайона. Актовый зал едва вместил всех желающих. Люди пришли, чтобы получить прямой ответ на прямой вопрос. Как получилось, что в 2013 году их вместе с землей продали в частные руки? Много было вопросов к Минструю и по разрешительной документации, по тому, как она выдавалась, и возможно ли приостановить разрешение, отменить его. К сожалению, тоже специалисты из Министерства строительного комплекса не смогли ответить на все эти вопросы. Мы с Оксаной Викторовной Пушкиной будем официально готовить запросы на уровень Минстроя, на уровень правоохранительного блока, чтобы получать более компетентные ответы. На встрече также присутствовала и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Она резко раскритиковала новых владельцев земли, которые даже не нашли время, чтобы прийти и встретиться с жителями и попытаться наладить конструктивный диалог. Поэтому моя задача на сегодняшний день, если он не говорит с жителями, значит, мы тогда поговорим в другом месте, тет-а-тет, не тет-а-тет, до того, как люди мне пришлют все документы, и уже тогда мы официально будем обращаться во все инстанции федерального значения. Нельзя так себя вести. Хватит. Пока жителям удается отбивать попытки захвата территории новыми собственниками, в микрорайоне установлено круглосуточное патрулирование. В конце июня будут названы результаты расследования о межевании земли и ее последующей продаже. Соседи сплотились в борьбе за свои права. Но не прошло и двух дней с расширенной рабочей встречи в администрации Одинцовского района, как жителям снова пришлось выйти на защиту прилегающих к домам территории. В пятницу утром там вновь появилась строительная техника. Они нас обвиняют в том, что мы совершаем противоправные уголовные действия, которые должны быть уголовно наказуемы. Они пытаются отцепить свою территорию, они пытаются установить дорожные знаки. Они пытались заехать вот этой вот большой машиной через газон проникнуть. Представитель застройщика утверждает, что жители введены в заблуждение. Единственный въезд в микрорайон он блокировать не намерен. Да нет, сейчас мы готовы давать комментарий, потому что... Может, мы можем единственный въезд закрыть? Ну, о чем вы говорите? Были работы на Лесной улице, вроде как там мы говорили, что будет въезд с той стороны, со стороны Мамоновой. Мы же говорили, что пока не будет интернативной дороги, никто ничего не может перекрыть, потому что, понимаете, мы не имеем права на это. Между тем, в проекте организации дорожного движения на время проведения работ, про который представители застройщика, наверное, забыли, четко указано, проезд закрыт будет, а въезд в микрорайон появится со стороны Лесной улицы. Мы действительно должны дальше отставить свою точку зрения, мы должны не позволять подобным действиям. Нам помогают сотрудники правоохранительных органов, нам помогает, безусловно, администрация района, но вы видите, даже вышла статья в московском комсомольце, наконец-то, мы очень этого ждали, но видите, что у нас застройщиков действует абсолютно ничего. Белым мелом на асфальте юные жители микрорайона 5А пишут «Остановите стройку». И в разговоре с нашей съемочной группой делятся недетскими опасениями, что совсем скоро играть им будет негде. На месте песочницы, горок и качелей может появиться парковка. Мои внуки там всю зиму катаются, летом цветы собирают. И теперь предстоит там, хотят построить вместо оврага стоянку, и почему-то водный объект забетонировать и поставить платную стоянку. Приток сетуни, это не оврага. Да, там приток сетуни. Пока полицейские проверяли законность появления в микрорайоне 5А строительной техники, неизвестные молодые люди пытались провоцировать жителей на конфликт, снимая все происходящее на мобильные телефоны. А вы знаете, что 152-я статья Гражданского кодекса охраняет изображение человека и запрещает дальнейшее использование без его согласия? А почему вы молчите? Вы не имеете права меня снимать. Я не даю своего согласия. На этот раз представителям застройщика не удалось ни спровоцировать конфликт с местными жителями, ни ввести строительную технику в микрорайон. Но расслабляться еще рано, уверены одинцовцы. Скорее всего, в ближайшее время предприниматели продолжат свои попытки приступить к возведению шестиэтажного торгового центра на придомовой территории. Мария Шматкова, Евгения Агустина, Станислав Трифонов, Денис Карлавов, телекомпания «Одинцова».